всем привет в парке через который я хожу скверик включили фонтан даже не фонтан а просто как вот струю которая стели воду по ручейку такому тесно говоря немножечко диковато мы уже и забыли что значит парках фонтаны и летнее настроение в парках забыли вот так вот бежит вода здесь вот впереди тоже был большой фонтан и сейчас естественно ничего не включено а вот это синее здание туалет работает колду паркует под голубкой и небольшая клуба и большие бархатцы а тем временем дома влада решила приготовить суши торт решила не заморачиваться долго с сушами и поэтому по-быстрому суши торт но это не менее вкусно чем сами суши это было запланированное приготовление у нас собирается так сказать небольшой праздник нашей семьи как я уже говорила ингредиенты для этого блюда точно такие же как и для суши красная рыба нужно порезать кусочками небольшими чтобы это было удобно в нашем случае это брюшки потому что мы пошли на рынок воскресенье и уже ничего не было были только остатки и из остатков были только брюшки в понедельник рынок не работает поэтому мне негде было купить а если брать супермаркет то в супермаркете я рыбу не покупаю вообще честно скажу у нас такой принцип мы и на рынке и и не сильно берем летом потому что как обычно принято в те месяцы где нет буквы r то есть май июнь и июль обычно стоит уже на улице жара и вся рыба пропадает в большинстве своем случае поэтому во избежание всяких батулизмов и всех остальных таких болезней которых тянет за собой рыба мы стараемся ее не покупать за исключением вот как только сейчас это нужно или если покупаем то в замороженном виде и тогда уже солим и приотапливаем ее так как нам нужно по рецепту еще нужен аурец авокадо рис который ее сварил муж форму для выпечки разъемную нужно застелить или пищевой пленкой или пищевым пакетом и начинать выкладывать слой за слоем так как нравится на низ в разъемной формы нужно положить сначала рыбу которая нарезана кусочками потом рис потом нори потом сыр можно положить фету или крем-сыр какой вы любите огурцы авокадо и так все слой за слоем опять можно небольшой слой риса и выкладывая слой за слоем получится суши торт оставить его в холодильнике на некоторое время и потом выложить на блюдо нужного размера и подавать к столу разрезая кусочками порционно можно резать его как торт можно просто резать квадратиками это будет вкусно это понравится всем но и главное что когда нет времени долго стоять и выготавливать эти рулетики суши и роллы то очень удобно и быстро получается главное вкусно а и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Сыр Сегодня у нас сырные тарелки Вот так хотела показать Сыр С голубой плесенью Ой, а этот Оторвался какой-то Сыр А, вот он, ничего не оторвался Альпийские квиты Мама эта, наш любимый И вот такой сыр твердый Так, Грана Итальяна Розочка И вот такой Букет питуней И когда я пришла домой Мне осталось всего лишь Перевернуть этот торт на тарелку Вот так это все легко делается Снимается пленка И получается вот такой вот красивый Вкусный И главное, быстрый торт Ну а все это не просто так А где ты ушел? Думаю сейчас будет Коля идти И я как раз скажу А все это не просто так А повод у нас Нашей семье Сегодня 18 лет совершеннолетия Поэтому сегодня можно пить Мы пьем уже как совершеннолетнее шампанское Вот И посидим В общем Отметим семьей Конкретно нашей семьи У нас сегодня день свадьбы 18 лет Что делаешь? Ага, так я и сказал тебе Говори уже Нет, когда сделаю, тогда Мороженое будешь делать? Тебе сюрприз Я аж может тогда не буду показывать Что настойку будешь делать? Я не буду что-то не показывать Настойку будешь делать? Тогда покажешь Поэтому Это секрет Смотрите А в конце видео Будет продолжение Что-то так Сегодня? Завтра Конец видео будет Так что получается В следующем видео Ну я не знаю Получается Это что ты там режиссер Так а ты Командуешь мне здесь Это что ты там режиссер Чистит ягоды Сказал Не скажу для чего Но завтра покажу Что будет Два варианта Я свои два варианта назвала Неправильные Неправильные? Ну все, хорошо Пока И вот как выглядит Петунья Которую подарили сегодня Тут больше Сиреневый цвет Светлый А в живую Он больше Фиолетовый Цвет Вот больше Похож С вот этим Вот цветом Как-то камера Не передает Вот такие вот Петуньи Пополнения Эти конечно На солнце Они вот там Вот Цветут Лучше Я их периодически Меняю Даю отдохнуть Здесь они конечно Чувствуют себя лучше С этой стороны Солнце И они Немножко На солнце Зажариваются Я их поливаю Но зажариваются Приходится Менять Там местами Что-то творит Что-то творит С блендером Все Все мытое Обшлепанное Заваренный И залитый Желатин Рецепт Не мешаем Чем только Не пожертвуешь Ради того Что муж готовит Палочкой Которой Пробуем Тесто Чтобы оно Было Готово Палочкой У мужа Как его Не дисконт А бронь Бронь Да Бронь Вот это же Я стою И молчу Понимаешь Готовишь А я молчу Ты сейчас Камеру Выключишь Скажешь Неправда Типа бы еще Жаловаться На это Не надо Тут жаловаться А ты А ты туда Налей Капелечку Ага Вот Как я Это последняя Капля Чтобы сработал Весь желатин Ну Тут Как бы С запасиком Я так Надо 20 А я 25 Но еще И вишен Добавил На глаз Чуть Лучше Смолол Вишни Блендером Добавил Сахара Туда Добавил Сахара По вкусу Да Потом Запустил Так Вот Рецепт 20 Грамм Желатина 8 Ложек Воды 370 Грамм Вишен Да Вишен И 130 Грамм Сахара И все Это Теперь Прокипятил Немножечко Огни Желатин Не кипятил А он Желатин Не кипятил А кипятил Просто Сироп И теперь Начинает Все взбивать Растал Да У тебя Большой Жж надо Наверное Пока Взбивать Мне 15 20 200 Грамм Желым Спустя 5 минут Получилась Вот такая Пена Она Кстати Теплая Слегка Теплая Можешь Пожалуйста Не мельтешить Этим Я же Хотел Чтобы Повидно Видно Все Видно Получилась Такая пена Спустя 5 минут Но нужно Взбивать 15 Продолжаем Говорит Ты дальше Будешь Снимать Видео Я говорю Буду И сам И сам Дальше Дальше Занимается Выкладка Этой Пены Вот Такая Пена Получилась Намазал Пищевую Пленку Подсолнечным Маслом Маслом Слегонцам 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 Хороший Слегонцам И теперь В общем Чтобы Все это Легко Потом Отлипало Выкладывает Форму И Потом Накрывать Его Вот Этой Пищевой Пленкой Ну да Вот Эти Края Пищевой Пленкой Которые Вот Висят Здесь Закрыть Этими Краями Пищевой Пленки И В Морозилку Или В холодильник И В холодильник И Завтра Или Сегодня Около Ну Сегодня Вот Уже Девять Часов Я думаю Что Сегодня Уже Не Будем Пробовать Ну Большая Тарелка Поэтому Я думаю Если Это Вкусно То На Завтра Мне Хватит Вечером Попробовать